Что же такое чистая энергия от Ямахи? Зайти в салон, показать, ну как-то интересно. Устроить фуршет, банкет, тоже неплохо. Но автопункт, официальный дилер Ямахи в городе Магнитогорске, предложил нам, ну скажем так, получить заряд адреналина с порцией кислорода. И для этого мы поехали на озеро Банное, чтобы показать пишущей братье и снимающей, как Ямаха умеет ездить. Ну так вот, сначала было слово. Журналисты-братья слушающие, поэтому внимали так сказать, как этой чудо-техникой управлять. Справедливости заметим, никто из присутствующих ранее на квадриках не ездил, за исключением того, кто читает этот текст. Квадроциклы постепенно завоевывают все большую популярность, да и это понятно. С нашими просторами, пересеченной местностью, без него как без ног. Естественно, навыки развиваются не сразу, и примерно через час упражнений, в принципе, можно было приступать и к покатушкам. И 5 баллов организаторам, покатушки удались на славу. Кое-кто из присутствующих, слава богу, туда, куда нас отправили с Усанина на квадриках, не поехали и правильно сделали. Сюда ехать надо, имея недюжие навыки. Ну, чтобы было понятно, здесь на высоте 400 метров плюсом, нога человеческая то и ступала, но не толпой однозначно. От места обучения до сюда километров 20, так что если пешком обратно, то часов 5 как минимум. С квадроциклами Ямаха природа становится как-то ближе, что ли, точнее доступнее. Ты реально понимаешь, что заехать можно в любые места, и увидеть в раз столько, сколько я ранее не видел годами. Кстати, абсолютно не обязательно покупать прицеп и ставить фаркоп до этих мест или аналогичных, от Магнитогорска по прямой, а квадрику все дороги прямые, ехать ну 20 минут от силы. Квадроциклы Ямаха-то дороги не выбирают, им пространства нужны. Из собственного опыта добавлю, квадрик остановить может только пропасть или дерево, и то и другое объехать можно легко. А камень, стеляющий голову подвеской Ямахи, глотается легко, и это не мотоцикл, а двух колесах. Кстати, совет. Ну, чтобы не попадать на транспортный налог, ставят квадроциклы на учет только те, кто перевозит его на прицепе. И если честно, квадрику с мигалками я еще в природе не видел. Поэтому намек понятен? Ну, а мы, побывав на вершине, отправились в обратный путь. И наглотавшись адреналина, кислорода и, в моем случае, пыли, поблагодарим салон Ямаха за исключительно качественно организованную школу вождения одноименных квадроциклов. Вот лично у меня, работника телевидения, пишущие братья ассоциируются с людьми, которые тяжелее ручки поднять ничего не могут и ничего не умеют. Оказывается, хорошо они справились с вот этой задачей. Прокатились туда, куда, ну, Макар Телят не гонял, и ездить бы туда, допустим, собирался на транспортном средстве о четырех или двух колесах. А ТВ-шки смогли. То есть это настолько просто, что ли, управлять им? Ну, на первый взгляд, конечно же, просто кажется, но на самом деле, то есть нужно некоторые моменты, некоторые навыки иметь. Потому что, ну, не каждый человек чувствует свои возможности, да, но не подрасчитав уси силы, может повредиться. Мы остановили выбор на Ямахе и сделали вместе с салоном Ямаха вот этот пробег для чего? Ну, в первую очередь, чтобы общество и наши клиенты, да, видели, что есть такая школа, есть наш салон, который проводит такие мероприятия, то есть школа безопасного вождения квадроциклов, что позволяет им научиться, ну, конечно же, не супервождению, да, но получить какие-то минимальные навыки и минимальные правила вождения квадроцикла. Насколько это доступно, купить вот этот квадроцикл? Зная о том, что автомобили сейчас дешевле, там, 400-500 тысяч нет, эта техника сколько реально может послужить, что на ней можно делать, можно ли на ней деньги зарабатывать? Можно, конечно же, зарабатывать и деньги, но в первую очередь эта техника для отдыха, да, для прогулок по лесу, для езды по непролазным местам, где автомобиль не проедет. То есть эта техника, она сравнима с автомобилем, но она легче гораздо и у нее вероятность провалиться в грязи либо там не проехать где-то, то есть гораздо меньше. Если же автомобиль не проедет, да, между березок, то квадроцикл со своей базой может проскочить. Кстати, о вещах приятных и в скором времени востребованных. О снегоходах. Есть и новинки, есть и снегоходы. Внимание! За 300 тысяч рублей. Новые. Есть и более бюджетные варианты. И распродажи экипировки. Есть и подарки, как то навороченная видеокамера для съемок экстремального кино. Да и что порадовало? Во время депрессии лучшие положительные впечатления это не автомобиль заложников пробок, а спортивный зверь, любитель стихии, имя которому Ямаха. Почему вы в этом сюжете про автопробег, точнее квадропробег от Ямахи не видели меня лично? Ну, потому что я там был оператором. Если вы хотите посмотреть, как я квадрики топил, как мы в грязь на них совались, как мы дрифтовали на них, это все, пожалуйста, никаких проблем нет. В любом поисковике челейки набивайте, вас отправят на мой личный портал на YouTube, и все увидите. Что касается личных впечатлений, честно говоря, пожалуй, один дурак в этом пробеге был, и он перед вами. Потому что туда, куда люди поехали на полноприводниках, я поехал на заднем приводе. И вот это были впечатления. Просто ум отъешь. И, честно говоря, хотелось бы еще проехаться, но только в следующий раз обязательно на полном приводе.